И снова привет, друзья! Привет всем, кто продолжает играть в Клондайк! С вами, как обычно, Юрис, и сегодня встречайте видео о продолжении приключений в лабиринтах Клондайка. В этом видео отправляемся уже в бесконечные лабиринты и будем пытаться зарабатывать акционит, как синий, так и красный, ну и, конечно же, набивать сплата различными ресурсами и коллекциями. Начал практически с самого начала бесконечные лабиринты записывать, это второй, и на каждом лабиринте бесконечном то же самое происходит, в принципе, как и на ключевых лабиринтах. Нужно найти три вазы, разбить, из них выпадает ясная вода, которая пригодится для того, чтобы запустить вот эти симпатичные фонтаны. То же самое, по идее, происходит, но каждый будет сам для себя решать, интересно это или неинтересно, кто как развлекается в лабиринтах, поэтому я покажу, чем занимался, пока проходил вот эти 55 бесконечных лабиринтов, которые необходимы, чтобы собрать все части ската и стража. Вот так делаем, быстренько персонажем пробегаем, сокровищницу не забыть в конце еще тоже пробить, ну и некоторое время можно понаблюдать за тем, как высыпаются громадные кучи всевозможных ресурсов, опыта, коллекций. Ну и естественно ацианид, на каких-то уровнях он только красный и некоторые лабиринты попадаются с синим еще ацианидом, там и синий и красный, по 5 сундуков. Ну а если двойной вид ацианида, то 10 естественно сундуков. Из красных сундуков сыпется по 30 ацианида, из синего по 20. То есть, чтобы вам набрать на сборщика золотых статуй тысячи синего ацианида, 10 уровней нужно пройти именно с двойным видом ацианида, чтобы два цвета там присутствовали. Задача, конечно, сложная, особенно для тех, кто не так давно играет в клондайк. Ну вот завершилось, первая практически сокровищница закончилась, отправляемся уже в третий лабиринт и вот так сразу попадает тот, на котором можно и синий еще ацианид заработать. Здесь самое интересное то, что кроме ацианида и огромного количества ресурсов в сокровищнице и в сундуках, можно еще и чайные кусты разбивать. Я практически все старался найти и заработать как можно больше ингредиентов для производства энергетиков в чайной лавке. Я думаю, у многих она имеется и довольно продолжительное время эти чайные лавки у всех проставили, потому что не давали нам разработчики возможности заработать вот эти самые ингредиенты для производства энергетиков в чайной лавке. Ну и следующий вот уровень, следующий вернее момент видео, это когда уже все сундуки открыты и на каждом уровне также можно 10 кучек небольших золота обнаружить. Они перестали прятаться за заборами, вот за что и респект конечно разработчикам легче их стало находить. И теперь вот можно уже сокровищницу открыть, а то иногда бывает откроешь ее заранее, не в тот момент, когда уже собрался переходить на следующий уровень. Вернулся вдруг домой что-то там сделать или отправить кому-то какие-то подарки, а потом нажимаешь в путь и тебя автоматом выкидывает уже не в тот лабиринт, который ты не собрал, даже еще бывает сокровищницу, а выкидывает в следующий переводит. То есть получается, что есть такая возможность не собрать даже сундуки с акционидом. Пару раз у меня такое раньше бывало. Нужно просто об этом знать. Так что друзья, перед тем как из дома отправиться в лабиринт и посмотрите на каком у вас галочка стоит. Лучше бывает иногда вернуть на один, на предыдущий, потому что может вот как я уже сказал, такая произойти неприятная ситуация. Разбиваем сокровищницу. Конечно здорово, но по ресурсам я не могу конечно посчитать, сравнить как-то с лабиринтами, которые два года и более были. Но мне кажется, что по количеству кучек золотых, конечно разница очевидна. Третий лабиринт готов, отправляемся в следующий. 230 вот набралось энергии. По-разному набирается, но это зависит еще и от того, насколько пополнишь энергию, сколько наберешь, когда начинаешь собирать эти золотые кучи и сундуки с акционидом. Ну и голубые орхидеи, естественно, тоже на летних лабиринтах, это уже элементы цветочной коллекции. Не сильно много, но их тоже набралось, ну где-то может быть 250 коллекций. 200-250 за все 55 лабиринтов, которые пришлось пройти. Потратилась энергия быстро, естественно. И следующий момент видео, это уже сейчас посмотрим, какой по счету был это уже лабиринт, сейчас увидим. И уже 13 пройдено. То есть, опять же, я пытался на тех уровнях, которые с двойными, конечно, видами сундуков, потому что их немного больше и симпатичней разлетается вот эта вся огромная куча ресурсов, улетает на склад, поэтому вот такими прогулками я занимался периодически. Что, собственно, вот это такое? Пробегаем сначала персонажем по золотым кучкам, которых 10 штук, и как можно дольше стараемся, чтобы персонаж ходил от одной к другой. А потом по-быстрому все сундуки и сокровищницу. И вот такой фейерверк, ну, единственное, что надпись мешается, и непрогрузка происходит иногда небольшая. Но, тем не менее, можно видеть, сколько ресурсов вылетает одновременно со всех сундуков, из 10, например, сундуков, а также еще и некоторые золотые кучи разлетаются. То есть, фейерверками вот такими я себя развлекаю, ну, просто потому что здесь больше как бы развлекаться и нечем. Одно и то же, однообразно, постоянно туда-сюда персонаж ходит, ищет вазы, запускаем фонтаны, открываем сокровищницу. Ну, не знаю, может быть, кто-то со мной не согласится, но для меня лабиринты это всегда рутина такая вот тягомотная, можно сказать, и нудная. Но, тем не менее, переходим на следующий уже уровень, и потратили быстро энергию опять, и снова отправляемся куда-то в следующий уже лабиринт, и будем так продвигаться уже до 55-го, чтобы полностью построить статую-хранителя лабиринтов. Следующий момент видео уже 26 пройдено, это 27-й уровень сокровищницу. Открываем, с недавних времен еще и нужно теперь 5 проволоки тратить на каждые ворота в сокровищницу, чтобы открыть, и то же самое вот пытаемся проделать. Ну, я, честно говоря, вот не понимаю, почему иногда получается, иногда не получается вот такое мероприятие провести. Фотографии наделал я вконтакте, там выкладывал, поэтому можете сами пробовать вот так делать, интересные снимки получать себе вконтакте, сохранять. И вот в данный момент, например, можно в видео паузу поставить и сфотографировать. Ну, согласитесь, картинка довольно приятная получается. Просто нужно потом на соседнюю вкладку уйти в том же браузере. Ну, я пытался и в другой выходить. То есть, экспериментировать можно, и у каждого, я думаю, это может получиться. Следующий кусок видео, это я вот на втором аккаунте уже на одном из ключевых лабиринтов попытался 15 сундуков сразу вот таким образом открыть, чтобы они одновременно рванули и посмотреть уже на огромнейшее количество красного цианида, как он засыпет всю нашу вот эту игровую площадь. Получается, в принципе, тоже очень красиво. Сейчас увидите, как это происходит. Главное, быстрее, когда вернулся на страницу, включить полный экран, чтобы вот эта надпись исчезла до того момента, как пропадут все ресурсы. И вот такой фирверк огромный сейчас произойдет опять. Ура, полетело все. Красиво, конечно, да. Можно вот таким образом сидеть, развлекаться. И учитывая, что лабиринтов много нужно пройти, вот этими такими нехитрыми манипуляциями можно себе устраивать такой бодрячок своеобразный. 51 пройдено. И уже на вот этом последнем лабиринте до того, как построится полностью страж лабиринтов, статуя хранителя лабиринтов, в последний раз вот не получилось. Сейчас, вы видите, все то же самое, в принципе, делал. Хотел вот сокровищницу между сундуками еще разбить, по-другому попробовать. Но не получилось. Сейчас, когда персонаж вернется на страницу, ну, 5 минут там где-то погуляешь на других сайтах, возвращаешься, и видите, вот не получилось полностью. Почему-то персонаж еще ходит, сундуки пробивает. Я не понимаю, от чего это зависит. Делаю всегда все одинаково, но получается немного по-разному. Тем не менее, все-таки можно еще разок походить, посмотреть, понаблюдать за персонажем, вернее, как он ходит, разбивает золотые сундуки и сундуки в сокровищнице ресурсов. Естественно, опять же, громадное количество на склад отправляется. Ну, и вы можете видеть, что и творог там, молоко, и разнообразные удобрения, и яблони, что тут только не накидывают. Естественно, мероприятие прибыльное. Но, учитывая, что энергии тоже нужно потратить просто колоссальное количество на расчистку этих лабиринтов, вот сейчас я в этом моменте видео показал, что у меня осталось практически уже перед завершением этих приключений моих. Ну, по крайней мере, они на данный момент завершились на 52 уровень. Переходим, энергию сейчас потратим, и уже на 55-м еще немного потерпим, пока персонаж будет ходить от золотых куч к сундукам, и потом уже отправимся домой, не забыв, естественно, зайти к торговцам. Сначала зайдем, да, к торговцам, посмотрим, сколько набралось акциониды разных цветов, и какие-то, возможно, покупки придется все-таки совершить. Энергия потрачена, еще один лабиринт начинается, и теперь уже в следующий раз возвращаемся. А, вот забыл еще, да, кусок, еще разок, вернее, показать, как 15 сундуков с акционидом разлетятся. Это пока я 55 проходил бесконечных лабиринтов за основной аккаунт, полностью расчистил 3 лабиринта второму своему персонажу. То есть он вообще, второй персонаж, не тратил энергии, ну, мелочь, если только там какую-то, чтобы какой-то кусок карты открыть. А в основном 3 ключевых лабиринта были только помощью разбиты. Поэтому, друзья, помощь набирается, конечно, в колоссальном тоже количестве, быстро набирается, иногда не успеваешь даже останавливаться, потому что объекты в лабиринтах в основном все маленькие, больших угля и глины вообще даже не было. Лина пополнила свою копилку фактов о лабиринтах и теперь могла похвастаться перед профессором своими необыкновенными находками. Вот так завершается эта интересная история. Полностью мы собрали все артефакты, которые необходимы для восстановления статуи-хранителей лабиринтов. И теперь можно уже при встрече с профессором похвастаться будет тем, что у него такая возможность вот пропала. Он не познакомился с нимфиумом и также не увидел эти замечательные фонтаны, которые мы в изобилии наблюдали в этих бесконечных лабиринтах. Завершается история, еще раз смотрим, как улетают остатки ресурсов на склад и теперь самое время поставить, можно сказать, финальную точку. Я, честно говоря, думал, что вот этот фейерверк 500-м динамитом будет немного поэффектнее, но все-таки, смотрите, вот такая симпатичная кучка вылетает ресурсов, опыта, коллекций и на большом экране вот достаточно симпатичная, конечно, все это смотрится. Нужно было, наверное, на тысячу поставить заряжаемый динамит. В два раза еще сильнее этот взрыв произошел бы. 3000 синего акционина, сборщик статы не нужен, заряжаемый динамит тоже пока не буду брать, но не знаю, еще время, конечно, есть, декорации не нужны, кувшинки тоже, и поэтому пока синий акционит весь остается на складе. Идем к обычному торговцу за красный акционит. Головоломки, мультибоксы, это все пока не нужно. Единственное, у меня сейчас проблема с углем образовалась как-то непонятно. Практически его нет, наделал много огня и пропал у меня уголь почти весь, там тысяч пять всего осталось, но это, сами понимаете, что капля в море. 110 верстаков, вот такая прекрасная цифра, но через некоторое время покажу, сколько у меня запертых сундуков, и это, друзья, тоже будет еще собирать и собирать, оказывается, верстаки, чтобы все закрытые сундуки открыть и потом разбить. По десяточке прибавляем, и каждая стадия хранителя, можно наблюдать, как происходит превращение. И вот так, в принципе, говорят нам, что вы можете превратить, но, увы, через 9 дней, это вчера было, уже теперь через 8, только после завершения соревнований в лабиринтах можно будет полностью уже этого стража превратить в крафтовую постройку и сделать какие-то ресурсы, но там все как обычно. И вы можете вот видеть, 4 тысячи сундуков запертых, из них 155 только получится открыть с помощью верстаков, которые удалось заработать в этом приключении у меня. То есть, еще работы полно. Если появится время и желание, конечно, буду копать эти бесконечные лабиринты, зарабатывать хотя бы верстаки. Хотя, скорее всего, нужно лучше покупать угольные установки или глиняные, ну и также установки для производства нефти. Завершилось для меня небольшое приключение в бесконечных лабиринтах, но будем, естественно, пытаться как-то еще заработать ресурсов и акционина. Ну и сегодня хотел бы поздравить всех мужчин с наступившим уже праздником 23 февраля. С Днем Защитника Отечества всех поздравляю. И, конечно же, пожелать всем в этот день праздничного настроения, огромной горы подарков, новых каких-то встреч, знакомств и успешного проведения этого замечательного праздника. Продолжаем играть в Клондайк, продолжаем добавляться в друзья ВКонтакте. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если видео вам понравилось. Удачи всем, друзья, и до новых встреч на канале.